Привет, народ! В общем, решил записать видео, так как в последнее время очень много вопросов возникло по поводу, как трудоустраивался в Англии, через какую фирму делал, то есть сколько денег нужно, вообще какие документы нужно. И решил записать видео для всех, в принципе, чтобы индивидуально каждому не отвечать. Это видео как бы будет и может и помочь для других, ну и для меня будет как такое маленькое хобби, чем ты можешь себя занять. В общем, в дальнейшем расскажу. В общем, трудоустраивался я через фирму Агро-Эчар. Находится, получается, их штаб такая квартира в Екатеринбурге. Узнал я тоже также через знакомых об этой фирме, компании. Они, получается, напрямую взаимодействуют с работодателями, с фирмами из Великобритании. И самое что главное, они не берут никаких денег, то есть не нужно ничего им платить, нужно по минимуму документов, это паспорт, справка о несъедуемости и деньги. То есть на первое время, чтобы заплатить за визовый сбор, то есть дальнейшем для подачи на визу. Получается, что нужно сделать для того, чтобы попасть к ним на собеседование? Это нужно перейти по ссылке, получается, этого сайта у них, заполнить анкету на себя, там, если вы с родственниками, сразу на себя и на родственников, потому что у вас будет как группа в анкете такая. Или там кто-то семейный едет на себя, там, на семью. В общем-то, и отправляете, там, записывайтесь, получается, на онлайн-собеседование, с вами связываются, вы с вами общаетесь, то есть по WhatsApp, там, по видеовызову, задают несколько вопросов, то есть там, таких банальных. Дальше отправляют вам еще одну ссылку на ваш аккаунт уже в этом, на этом сайте у них. По этой ссылке, получается, вы регистрируетесь уже на очное собеседование в Екатеринбурге, там, сами выбирайте дату и время и приезжайте в Екатеринбург, и там уже самое главное, подробно рассказывать, что нужно, то есть какая будет работа, какая будет оплата, где будете проходить будет проходить сама работа и вообще, сколько по времени, то есть это обойдется. Ну, то есть все вопросы, которые там, в общем-то, возникают у человека, они все отвечают на собеседование. Значит, сколько по времени делается виза после того, как вы прошли собеседование, после того, как вам отправил работодатель костномер, такой специальный, то есть в этом костномере у вас все ваши данные, то есть о работодателе, о вас, о вашей заработной плате, о вашей ферме. В общем-то, я, к примеру, подавал 22 июня, и 10 я получил уже визу. В общей сложности прошло 8 дней, из них 6 рабочих, то есть 2 выходных. Давайте дали визу, наверное, не знаю, как-то закрыть надо. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну вот, за 8 дней, то есть виза уже была приклеена в паспорт. Значит, многие задавали вопрос по поводу гражданам Таджикистана, гражданам Узбекистана, то есть и других стран. Да, они принимают, если вы находитесь на территории РФ, то у вас должны быть просто разрешить документы какие-то на территории РФ, что вы могли подать в консульство здесь. Если вы находитесь за рубежом, то если у вас как бы есть там визовые центры в стране, я просто не знаю, есть ли в Средней Азии где-то визовые центры в других, кроме России, я просто не знаю. А если у вас там есть визовые центры в Великобритании, то вы можете там же прям подать просто, ну, в принципе, вы приезжаете в Екатеринбург на собеседование, вы можете здесь же остаться, как бы в Екатеринбурге, там, либо в Москве, либо в Питере, и податься уже здесь, и потом уехать домой и как бы ждать визу. Визу, в принципе, когда вы подаете уже на визу, вы можете ее оформить, чтобы вам ее курьерская доставка отправили. Я не знаю, как происходит это за рубеж, но по России они отправляют. То есть там чуть дольше, конечно, если вы сами забираете. Если у вас, если у меня виза, к примеру, готова с 8 дней, то я еще бы дня два бы ждал бы, чтобы она ехала бы там, я не знаю, в регион куда-то. Значит, касательно нашей работы, куда мы едем. Мы едем, получается, на ферму по сбору клубники, называется она «Таскер Польнершип». Едем мы, получается, с 17 июня этого месяца, ну, буквально через 3 дня, вот как бы я уже собираюсь там. По оплате там, получается, у нас оговаривалось на собеседование это 9 фунтов и 70 шиллингов в час. То есть там нужно, чтобы у вас, как бы, нормально этот час вырабатывался, нам нужно выполнять норму. То есть там есть норма. Если вы делаете сверх этой нормы, получается, вам как бы доплачивают, помимо этих 9 фунтов в час, там, сколько вы часов отработали, сверху еще доплачивается. Но это я вам говорю, то, что из собеседования мне говорили. То есть я по факту еще и как бы поеду там еще буду снимать, как бы и расскажу уже подробнее, какая действительно оплата. И оплата там как бы уже будет точно видно и вообще будет все эти нюансы уже точно видно после заключения контракта с работодателем уже там на месте. В общем, были какие вопросы, вот ответил на них. Всем как бы спасибо за поддержку, ребятам, которые там желали удачи, как бы поддерживали в этом деле. Будут вопросы, пишите в Инстаграм, как бы там, Инстаграм ссылку оставлю. В общем, всем хорошего дня, вечера у кого там. Переходите там, то есть по ссылке по сайту, отправляйте заявки, с вами обязательно свяжутся. Все, всем до свидания, если что еще увидим. Субтитры сделал DimaTorzok